Музыка Чайковского 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 То есть из девочки, которая жила только в своём мире, замкнутом в своих розовых замках, она наконец-то понимает, что что-то не так, пытается у неё в глубине души созревать мысль, что что-то другое, не то, что она себе представляет. И за счёт этого желания она, конечно же, вовремя встречает такого же ищущего человека, благодаря его любви и любви её к нему у неё созревает, конечно, большое чувство дальше желания и решения получить зрение, потому что она, конечно, об этом не знает. И получается то, что героиня наша прозревает, не только физически, но, конечно, и духовно. Ну, в следующий раз, когда зрители смогут увидеть этот спектакль на сцене театра оперы и балета? Ну, к сожалению, я не могу точно сказать, но, в принципе, по-моему, каждый месяц у нас в ближайшие полгода должна постановка повторяться. Но уже с разными, я же не только одна на партии, у нас ещё замечательные две артистки, которые нисколько не хуже справляются. По очереди. Да, каждый по-своему, у нас каждый свой Аланта, получается. Ну, вы вот вносите что от себя? Ну, в первую очередь, здесь в чём сложность? Здесь нужно понимать, что это ребёнок. То есть нужно убирать весь свой багаж опыта, быть открытым не только, конечно, для музыки, для того, что ты несёшь, какой образ, но и для зрителей, для всего. И зритель должен понимать, насколько ты зрячий или незрячий, понимать твоё перевоплощение, что видно, что было в начале и что получилось в конце. Ну, вот сейчас больше в театре отдают предпочтение какому-то экстриму. Классику, наверное, не так. Вот классику и сложнее ставить, и играть. Вот вы всё-таки какой театр предпочитаете больше? Экстравагантный такой или классический? Я считаю, что в мире должно быть всего понемногу. Просто везде должна быть мера. У нас, конечно, классический образец, но режиссёр так интересно подошёл, что от такой статики, которая обычно с классическим образцом согласуется, получилось что-то такое очень движущее, меняющееся. Все мензоцены, они кажутся друг к другу. Ну, то есть опера, она сама, в принципе, небольшая, она смотрится на одном дыхании. Ты даже не понимаешь, где ты находишься уже, а уже всё завершается. Ну, вот такой вопрос для наших телезрителей. Будет интересно, тем более утром, сегодня узнать от вас, от артистки. Есть ли у вас, допустим, плохое настроение? А вам нужно выходить на сцену, вам нужно дарить радость, улыбку. Какой-то есть у вас рецепт? Ну, такого просто не может быть. Если ты... Ну, конечно, может быть плохое настроение, но так как мы артисты, мы сразу же, уже ближе к спектаклю, в нас появляется что-то такое, что всякое бывает. Бывает утром просто встаёшь и думаешь, как ты вообще доберёшься. Еле как добираешься до театра, а тут у тебя появляются совершенно какие-то новые силы, ресурсы, и всё включается самим собой. Потому что это что-то, наверное, за рамках реального понимания. Ну, и немножко личный вопрос. А вы вот сами по жизни влюбчивая? Да, я очень влюбчивая. Ну, я, в принципе, влюбчивая. Да, я влюбляюсь во всё. Это не обязательно к мужскому полу относится. А вообще, я очень просто люблю что-то узнавать и познавать. Мне всё интересно. И, конечно же, я влюбляюсь во всё, в природу, в людей. Потому что по-другому как дальше развиваться. В гостях у нас Ангелина Безрукова, солистка театра оперы и балета города Монтогорска. Мы желаем вам удачи. Ну, и напоследок хотим от вас услышать красивую музыку. Хорошо. Отчего это прежде не знала Ни тоски, ни горя, ни слёз? И все дни протекали, бывало Среди звуков небесных и роз. Чуть услышу я в тещи витанье, Чуть тепла живи дальний бар, И везде зазвучит рикванье, Я вступала в торжественный хор. Да, театр — это прекрасно, это непередаваемые ощущения, наверное, что-то такое вот сиюминутное счастье, которое не повторяется никогда. Один раз пришёл, увидел, в следующий раз уже будет это звучать и прочитываться как-то по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова